ДУГЛАС МАКГРЕГОР Не так ли? Ты сказал, что это будет быстрый конфликт. И до этого момента он продолжал затягиваться. И я больше разделяю твое мнение о том, что все это быстро закончится. Я не понимаю, как это может продолжаться и дальше. Итак, если посмотреть на конфликт, то когда же он закончится и почему длится так долго? Нам нужно понять, что большинство из нас, кто хоть что-то знал о русских, ожидали, что они придут с удвоенной силой и попытаются покончить с этим как можно быстрее. Нам, конечно же, не посчастливилось попасть в список рассылки для российского генерального штаба. Так что мы не обратили внимания на указания президента Путина и его более масштабные намерения. И его первоначальное намерение состояло в том, чтобы войти в город с очень небольшими силами. Не забывай, что он потратил около 15 лет на то, чтобы убедить всех членов НАТО не продвигать НАТО ближе к границам России. На самом деле, я думаю, ты мог бы возразить, что он занимался этим уже 20 лет. Но тем не менее, он очень ясно дал это понять. И он был очень встревожен теми шагами, которые мы предпринимали для милитаризации Восточной Европы. Мы разместили эти ракетные объекты, которые, как мы сказали, были противоракетными объектами, предназначенными для отражения нападения со стороны Ирана. Что, конечно же, было абсурдно. У иранцев нет никаких причин нападать на европейцев. К тому же эти объекты находились в Румынии и Польше. И он истолковал это как ясное и недвусмысленное доказательство того, что мы пытались переместить эти ракеты, которые планировали использовать, поближе к его границе. В то же самое время у тебя произошла смена власти в правительстве в результате государственного переворота, который в значительной степени был поддержан ЦРУ и спонсировался Вашингтоном, и привел к власти так называемую революцию на Майдане. А ведь это была радикальная националистическая группировка, которая была полна решимости в конечном счете развязать войну с Россией. Не забывай, что до этого момента к русским обычно относились как к гражданам второго или третьего класса. Они не были равны перед законом. Они были объектом насмешек. Они жили в ужасной нищете. В результате Путин заявил, что это неприемлемо. Так вот, когда произошла революция, они установили это новое радикальное правительство, именно тогда он захватил Крым. И он захватил Крым не просто потому, что это пришло ему в голову посреди ночи, и он пытался расширить его на запад. Крым исторически был российским, а не украинским. Это произошло случайно в 1950-х годах, когда российская коммунистическая партия передала его украинской коммунистической партии. Когда Хрущев был основательно пьян и решил оказать услугу своим приятелям. В конечном счете Путин был обеспокоен тем, что Крым очень быстро превратится в военно-морскую базу НАТО. С этого момента мы решили, что будем, цитирую без кавычек, наказывать Россию за это нарушение международного права так, как если бы мы сами никогда не нарушали международное право по своей воле. И военные действия между Украиной и Россией начались почти сразу же, и конечно же до того, как 22 февраля прошлого года произошло вторжение в Восточную Украину в 22214 году. В результате боевых действий, начатых украинскими националистами против русских в двух областях, Луганской и Донецкой, погибли люди. Послушай, мы устали от того, что с нами плохо обращаются. И они действительно умоляли Путина и Россию вмешаться от их имени, но Путин этого не сделал. А потом они захотели стать частью России. И Путин сказал, нет, ты часть Украины. Но он наблюдал за этой разворачивающейся катастрофой с большим беспокойством. А потом он также начал видеть, как мы превращаем украинскую армию в очень мощную наступательную силу. У нее могла быть только одна цель, напасть на Россию. И он подсчитал, что это всего лишь вопрос времени, когда ракеты, которые он видел в Польше и Румынии, появятся на востоке Украины, как мы и опасались. Когда нечто подобное произошло на Кубе в 1963 году. Нужно вмешаться. Но он сказал три вещи. Во-первых, украинцы наши братья. Они также являются славянскими православными христианами. Мы не хотим убивать большое количество украинцев. Мы не об этом говорим. Во-вторых, я пытаюсь дать понять Западу, что я настроен серьезно. И он был уверен, что Вашингтон и другие страны встревожатся этим и скажут, послушай, давай прекратим это. Давай договоримся о том, чтобы положить этому конец, чтобы избежать войны. Очевидно, что он был неправ. И именно поэтому война длилась так долго, потому что он упорствовал на протяжении всего марта и апреля. И как я уверен, некоторые из твоих слушателей помнят, переговорная команда Селенского действительно достигла той точки, когда они были готовы принять нейтралитет. Что было одним из это ключевые вопросы для Путина? Честно говоря, ему не нужна Украина. Он не хочет, чтобы ему приходилось управлять этой страной. Он знает, что жители Западной Украины действительно являются насквозь украинцами, и они крайне ненавидят и презирают русских. Он вовсе не глуп. Он не хочет иметь с этим ничего общего. Но люди на востоке Украины, большинство из них, особенно на юге Восточной Украины, русские. И он был заинтересован в том, чтобы защитить их. И ты также должен помнить о Минских соглашениях. Они были разработаны для того, чтобы убедить русских в том, что они будут членами этой новой Украины, в которую войдут как украинцы, так и российские граждане Украины. Все это, конечно же, развалилось на части. И позже он обнаружил, благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель, что вся операция по выполнению Минских соглашений была просто тактикой отсрочки, чтобы дать украинцам больше времени для наращивания своих сил. В апреле все останавливается, потому что Борис Джонсон прилетает на урагане и говорит Керенскому и его друзьям, что Вашингтон не хочет заключать сделку. Мы хотим, чтобы война продолжалась. И кстати, Зеленский, мы дадим тебе все, что нужно. За твоей спиной будет вся научная, промышленная и военная мощь Соединенных Штатов и НАТО. Ты обязательно выиграешь эту войну. Я думаю, что Зеленский поверил в это и очень правильно решил, что мы будем вести войну. А русские тем временем решили, что если мы собираемся начать крупную войну с этими людьми, как это выглядело в апреле, то у нас недостаточно сил. И я думаю, что это очень важный момент для понимания твоими слушателями. Численность российской армии в феврале 2022 года с точки зрения ее регулярных формирований составляла около 220 человек, в то время как численность армии США в то же время составляла 470 человек с точки зрения регулярных армейских формирований. И это было безнадежно неадекватно тому, что по словам его генералов, то есть генерала Путина, их просили сделать. Поэтому они приняли решение перейти к стратегической обороне в качестве меры экономии сил, чтобы взять под контроль те районы, которые принадлежали России на юге Украины. Они фактически ушли из районов к югу от западного берега реки Хасан, чтобы усилить свой контроль над районом на востоке, а также сократить их оборонительные рубежи. А потом они организовали оборону и тщательно готовили ее в течение многих-многих месяцев. В то же время он мобилизовал более 340 резервистов и еще 80 добровольцев, которые вышли из-под контроля, чтобы добровольно участвовать в этой войне за Россию. И этот процесс продолжался всю осень, чтобы гарантировать, что эти войска были должным образом подготовлены и готовы к отправке. Предполагалось, что зима станет временем, когда они смогут начать наступление, но им так и не удалось промерзнуть в земле, что было необходимо для поддержания наступательной операции на суше. В этой части мира находятся одни из самых плодородных сельскохозяйственных угодий, какие только можно найти на земном шаре. Но в то же время она очень богата и богата плодородием. Таким образом, у тебя есть очень богатая черная земля глубиной около 1520 футов, которая превращается в одну из самых ужасных грязей, которые ты когда-либо видел в своей жизни. И всякий раз, когда начинается сезон слякоти, ни в России, ни на Украине не наблюдается большого движения по бездорожью. Проблема заключалась в том, что это движение по бездорожью стало невозможным, а это означало, что тебе придется сидеть в своей обороне и ждать, пока все замерзнет. Они не замерзли. Но в то же время украинцы значительно укрепили свои позиции, получив тысячи танков и боевых бронированных машин, и вероятно от 15 до 20 иностранных боевиков. В любом случае, плюс всю разведывательную информацию, которую мы могли им предоставить, и они начали атаковать эти оборонительные сооружения. И это продолжалось на протяжении всего июня и вплоть до июля. А теперь, когда мы вступаем в август, кажется, что все это полностью иссякло. Но эти нападения совершенно обескровили Украину. Украинские вооруженные силы действительно находятся в ужасном состоянии. Они представляют собой скелетообразную версию того, чем они были всего год назад. Мы думаем, что украинцы потеряли где-то от 300 до 350 человек убитыми, а может быть и больше, сотни тысяч раненых. Так что сейчас мы находимся на переломном этапе. И я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани на грани краха. И самое большое беспокойство, которое я всегда испытывал в начале этой войны, заключалось в том, что когда это произойдет, а это было неизбежно, потому что Украина была никогда не имея возможности сразиться с Россией, вы говорите о нации с населением 34,5 миллиона человек, сражающейся с нацией численностью 140 миллионов человек. И мы сильно недооценили Россию. Мы не понимали его экономической мощи, изобилия продовольствия и ресурсов, имеющихся в его распоряжении. Мы не понимали, что их научно-промышленная база все еще в значительной степени не повреждена. И что они могут быстро расширить свои возможности и обеспечить свои силы не только хорошим оборудованием, но и новым оборудованием, современным оборудованием. И я уверен, что ты помнишь, как люди постоянно говорили, у русских все это заканчивается. У русских все это заканчивается. У русских никогда ничего не заканчивалось. Но у украинцев сейчас все закончилось. У них закончилась большая часть артиллерийских боеприпасов, танковых боеприпасов, даже стрелкового оружия, и у них заканчиваются человеческие ресурсы. Вопрос в том, что же нам теперь делать. Что ты будешь делать, когда поймешь, что ставка, которую ты сделал на этого доверенного лица под названием Украина, провалилась, что вы сейчас создали монстра, которого не существовало в феврале 2022 года. Российские вооруженные силы не просто растут. Они продолжают расширяться очень быстрыми темпами. В настоящее время в западной части России, а также на Украине, насчитывается по меньшей мере 750 военнослужащих. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем появится еще от 250 до 500 военнослужащих. Так что вполне разумно ожидать, что к осени, а может быть, к зиме. У вас в России будет по меньшей мере 1,2 или 1,3 миллиона военнослужащих вооруженных оружием. Россия лучше вооружена, лучше оснащена, лучше обучена, лучше командует и более современна, чем когда-либо с 1980-х годов. Так что же ты делаешь? Рискуешь ли ты? Решай сам. Может быть, я попробую прощупать почву. Может быть, мы позволим полякам и литовцам сунуть нос в воду и посмотрим, как далеко они продвинутся в западной Украине. Тогда, если возникнут какие-то проблемы, возможно, мы им поможем. А если нет, то, возможно, мы последуем за ними с нашими силами. Возможно, ты помнишь кого-то, кажется, его зовут Петреус, кто говорил о создании коалиции, желающих осенью прошлого года. Я думаю, что именно на это мы сейчас и смотрим. Это очень опасно, потому что Россия сильнее, чем когда-либо. Но это не так. Мы уже не та нация, которая была в 1991 году. Наши вооруженные силы находятся не в лучшей форме. Наши корабли находятся не в лучшей форме. Наши самолеты нуждаются в большом техническом обслуживании и замене. Армия не нуждается в этом, я бы сказал, что она находится в ужасном состоянии. У нас недостаточно многочисленная армия. У нас не хватает боеприпасов для них. Проблема с топливом просто огромна. На Европейском театре военных действий нет необходимой материально-технической инфраструктуры, если вы собираетесь участвовать в конфликте. Так что с нашей стороны все выглядит не очень хорошо, но у вас в Вашингтоне очень серьезные случаи самообмана. Дело в том, что каждый раз, когда украинцы заявляют о том, что они что-то сделали, в 95% случаев это оказывается ложью. Но каждый раз, когда украинцы говорят, мы атаковали на расстоянии 10 километров, 6 миль. Мы захватили эту деревню, которую они, если бы зашли так далеко, почти сразу же потеряли. И мы добиваемся прогресса. И все в Пентагоне, все в Лондоне, в Министерстве обороны, все в Брюсселе бегают с горящими волосами, видя, что украинцы побеждают. Таким образом украинцы побеждают, что, конечно же, является абсурдом. Да, но такого рода заблуждения прямо сейчас становятся все более распространенными. Вашингтон живет в пузыре на всех уровнях, и они думают, что дела обстоят лучше, чем на Украине. Это очень, очень опасно. Так что я думаю, что сейчас мы находимся на том этапе, когда, если мы не будем осторожны, глупые люди в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне действительно могут совершить преступления против США и другие силы НАТО, непосредственно вовлечены в этот конфликт и в конечном итоге столкнуться с русскими. Что, я думаю, станет катастрофой для Европы. Это тоже интересно, потому что ты зацепился за эту тему. И у нас уже был разговор на эту тему во время шоу с Тони Шофером. У меня такое чувство, что когда-то было невозможно получить реальную информацию, кроме как слушать, как такие же люди, как ты, обсуждают происходящее. Мне просто кажется, что это даже не туман войны, а просто туман пропаганды. Обычный человек просто не может принять решение. И я думаю, глядя на это, что же нам делать дальше. Потому что мне кажется, что нет никакого способа даже узнать новости на эту тему. Ты прав. Основные средства массовой информации намеренно лгут не только об этом, но и о целом ряде вещей, в которых сейчас нет никакой правды. Это просто повествование. И если ты не подхватишь это повествование и не станешь его рекламировать, то станешь врагом. Ты агент Путина. Да, именно так. Или же ты являешься воплощением любого другого зла, которое ненавидит левые, которые сейчас доминируют в Вашингтоне и контролируют болото. Это не так. Простого решения не существует, но американцы, как ни странно, не уделяют особого внимания тому, что происходит на Украине. На самом деле лишь небольшая часть электората уделяет этому большое внимание. И это плохо, потому что, когда ты не обращаешь внимания на этих парней как на вещи, они незаметно подкрадываются к тебе. Очень немногие американцы знают о том, что происходит на самом деле, и когда-либо интересовались этим. А что, если бы они проснулись через неделю или две и обнаружили, что НАТО ведет боевые действия с Россией? Потому что это изменило бы все. Русские проявили поразительную сдержанность. Они намеренно сдерживались. Одна из причин, по которой они сдерживались, заключалась в том, что, во-первых, они надеялись, что мы вернемся и начнем переговоры. А во-вторых, потому что они не хотят войны с Соединенными Штатами или НАТО. Они мыслят рационально. Да, именно так. Именно мы нерациональны. Именно мы, похоже, ничего не понимаем. Это очень опасное предложение. Они понимают это, потому что знают, что ситуация может быстро перерасти в ядерный. А теперь скажите почему. Если у вас нет военной мощи на Земле, то я говорю о мощной обычной военной мощи, способной противостоять вашему противнику, а у нас ее нет. Чем вы рискуете? Вы рискуете довести эскалацию до ядерного уровня, особенно если вы проиграете, что мы и сделали бы, если бы столкнулись лицом к лицу с русскими на обычном уровне. Никто этого не хочет. Русские этого не хотят. Они просто хотят договориться о том, чтобы положить конец этой истории, но мы не будем этого делать. И это означает, что у них нет другого выбора, кроме как сделать что-то еще. Марш на запад. Им придется пройти маршем до реки Йепер, а затем, возможно, пересечь эту реку и в конечном итоге дойти до польской границы. У нас никогда не было такого намерения. Это не входит в их цель. Это не входит в их предпочтения. Но если ты не поговоришь с этими людьми, не станешь им мешать и продолжишь верить, что ты выше их, что ты можешь делать что-то лучше, чем они, что ты можешь победить война в случае с Соединенными Штатами где-то в 8 милях, 7 милях от дома с небольшой частью войск, которые вам нужны. Желаю тебе удачи в этом подходе. Я не думаю, что это сработает. И думаю, что это может привести к большим неприятностям. Ты упомянул о НАТО и о том, что происходит с НАТО. На протяжении всего этого конфликта как бы тянулся вопрос о том, будет ли Украина принята в НАТО. А потом произошло голосование, и Зеленский остался в стороне, как девочка, которая встала на выпускной вечер, когда рядом с ним никого не было. Я думаю, глядя на эту ситуацию, как из этого выйдет НАТО. Потому что действительно кажется, что НАТО просто позирует. В интернете появилось видео, которое показывает развитие стран НАТО и то, как они появляются год за годом, вроде как за последние 20 лет, чтобы показать, насколько они стали ближе к России. Так что не то, чтобы я был согласен с Путиным, но в то же время я понимаю, почему этот парень разозлился, не так ли? Ты все ближе подходишь к его двери. Так что же из этого выйдет для НАТО? И к чему, по-твоему, это приведет дальше? Прямо сейчас самая большая опасность для нас заключается в том, что польский хвост будет вилять американской собакой. Другими словами, ваши маленькие союзники, которые полны враждебности и ненависти к России, найдут способ втянуть нас в войну, в которой мы действительно не хотим участвовать. Это очень важно понять. Именно в этом и заключается проблема Европы. Европейские государства отнюдь не едины в своей враждебности по отношению к России. Большинство европейских избирателей во Франции и Германии, Скандинавии, Италии и Испании очень слабо поддерживают идею войны с Россией. Я бы пропустил это, если бы это произошло, но я не видел, чтобы сотни тысяч добровольцев маршировали по улицам, требуя, чтобы их завербовали и вооружили для участия в войне. Иди и сражайся с Россией. Мне кажется, что это больше похоже на движение сверху вниз, а не снизу вверх. Как будто это решают лидеры, а не люди. Совершенно верно. И помни, что глобалисты и элиты правят в Европе точно так же, как они правят здесь. И все они достигли того, чего достигли, благодаря помощи и поддержке огромного количества денег, потому что люди, которые контролируют ваши финансовые рынки и финансовые институты, люди, которые контролируют ваши основные средства массовой информации, теперь контролируют ваше правительство. К тому же они не представляют интересы ни одного европейца, и я бы сказал, большинство американцев. Они представляют свои собственные интересы, и их цель уничтожить Россию. А теперь скажите, почему? Они хотели бы заменить Путина, потому что Путин возглавляет последнюю крупную державу в Европе, и это часть Европы, которая имеет национальную идентичность, национальный язык, национальную культуру, основанную на основе православного христианства. Это делает Россию врагом глобалистов. Что же глобалисты сделали с нами? Что глобалисты сделали с людьми в западной и большей части Европы? Они наводнили наши страны не европейцами, с конкретной целью разбавить нас, ослабить нас, уничтожить нашу национальную идентичность, уничтожить нашу национальную культуру. И, конечно же, уничтожить любую оставшуюся силу, которой христианство может обладать в культурном плане на Западе. И они хотят сделать то же самое с Россией, потому что у России есть дополнительные ресурсы, огромные ресурсы, минеральные ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы, и, очевидно, нефть, газ и многие другие редкие металлы. Эти вопросы также стоят на первом месте в повестке дня. Так что если ты сможешь уничтожить российское правительство, если ты сможешь убрать Путина, если ты сможешь проникнуть в Россию, ты сможешь лишить ее ее ресурсов и обогатиться гораздо больше, чем ты уже сделал своим поведением за последние несколько лет. Несколько, я бы сказал, десятилетий. Так вот, значит, где мы находимся. И именно поэтому Россия должна уйти. Россия упорно сопротивляется. Но как же тогда это повлияет на доминирование доллара? Потому что, честно говоря, я думаю, что если посмотреть на многое из того, что делает администрация Байдена, они показали, что люди не доверяют доллару США, не тратят на него деньги, и мы фактически как бы заставили эти страны объединиться под давлением обстоятельств. Я думаю, что с твоей точки зрения, куда, по-твоему, дальше будут двигаться доллары, экономика США? Потому что если мы потеряем наш доллар, нашей экономике придет конец. Имея в виду, что у нас есть институты, будь то SWIFT, Всемирный банк или любое другое из этих крупных финансовых учреждений, институтам потребовались годы, чтобы развиться. Так что они не исчезнут так быстро. Они пробудут с нами еще какое-то время. Так же будет и с долларом. Однако большая часть мира, и когда я говорю большая часть мира, я имею в виду, что из 137 стран, вероятно 80 с лишним, смертельно устали от Соединенных Штатов. А теперь скажи, почему они так устали от нас? Не потому ли это, что мы вторглись в чужие страны и издеваемся над ними? Отчасти это происходит потому, что мы использовали финансовую систему для запугивания людей. Если ты не будешь делать то, что, по нашему мнению, ты должен делать, и если тебе случится жить в Нигерии, или Чаде, или Алжире, или Никарагуа, или Венесуэле, или Чили, или Бразилии, мы можем тебя наказать. Мы можем позаботиться о том, чтобы кредиты Всемирного банка не появлялись на рынке. Мы можем быть уверены, что если ты не будешь выращивать те культуры, которые мы тебе советуем выращивать, то твой урожай сгниет на полях, потому что никто не купит его у тебя. Другими словами, доллар — это часть арсенала оружия, которое мы используем для укрепления нашей дисциплины, нашего представления о мировом порядке. А наше представление о мировом порядке однозначно сводится к американской гегемонии и господству во всем. Помни, все это восходит к Мадлену Улбрэйт, которая была очень известна тем, что сказала приятелю, «Мы исключительная нация». Ничто не может произойти на этой планете без нашего участия. Ты продолжаешь говорить об этой штуке, которую ты называешь военными, и о том, как это здорово. А почему мы не можем им воспользоваться? И Мэдлин сумела им воспользоваться, и ее преемники тоже им воспользовались. Он неоднократно использовался для продвижения наших интересов за счет других. Так что у Путина очень, скажем так, восприимчивая аудитория. Его воспринимают как человека, который противостоит нам. Его воспринимают как человека, над которым не будут издеваться. А тем временем он, китайцы и Индия неустанно трудились над накоплением огромных запасов золота. Многие другие страны сделали нечто подобное, но не в таких масштабах. И их аргумент заключается в том, чтобы выбраться из-под доллара, из-под этой фиатной валюты, которая на самом деле не имеет никакой реальной ценности, потому что она ни к чему не обязывает. Это значит вернуться к золоту и привязать все к золоту. Сейчас я думаю, что это происходит очень медленно, и на это уйдет несколько лет, но это произойдет. И эти государства будут избегать иметь с нами дело. Они либо перейдут на новую валюту, привязанную к золоту, либо будут привязывать свои собственные валюты к золоту. Я не уверен, что именно именно. Я думаю, что они попытаются перейти на новую валюту. И это облегчит им ведение бизнеса. Потому что прямо сейчас, если вы не ведете бизнес в долларах, очень трудно перемещать товары и услуги по всему миру. И им действительно нужно создать систему, чтобы делать то, что мы делаем в любом случае. Так что на это уйдет некоторое время. Но это означает, что со временем доллар, который уже сильно обесценился, как ты знаешь, будет заменен чем-то другим. Кроме того, это может быть корзина валют. Валюта, привязанная к золоту, цифровая валюта и многое другое. Это произойдет, но не в одночасье. На днях мне просто нужно было сделать кое-какой ремонт машины, и это был уже первый капитальный ремонт, который я сделал за последнее время. И я подумал, вау, почему их почасовая ставка так сильно возросла? Ведь это вроде как первый Volkswagen, который у меня был с 2007 года. Так что я взглянул на курс доллара, и он действительно потерял в цене 51 цент только с 2007 года. Так что для меня видя, как большое количество печатаемых денег и тому подобных вещей, убивает нас здесь. Это совершенно очевидно даже для меня, как владельца бизнеса. Например, что я должен платить своим сотрудникам больше, хотя моя прибыль не выросла. Конечно же, инфляция убивает всех подряд. И конечно же, если ты приедешь в Вашингтон, то это не будет проблемой. Инфляция падает. Фондовый рынок растет. Все мы здесь, в Вашингтоне, представители элиты и их друзья в Нью-Йорке, зарабатываем много денег. В чем же проблема? В этом фильме под названием «Доктор Чиваго» замечательно изображен такой разрыв между населением и людьми, которые им управляют. И в нем показаны тысячи российских граждан, которые проводят демонстрации на улицах, поют песни и просят правительство прислушаться к их жалобам. А на вторым или третьем этаже очень шикарного здания находится ресторан, полный сотен людей, которые наслаждаются всеми лучшими вещами в жизни. И они празднуют это событие, и кто-то говорит, «Надеюсь, эти бедные дураки на улице будут петь в унисон после революции». И все они смеются. Именно это здесь и происходит. Это происходит не только здесь. То же самое происходит и в Европе. В Германии идет процесс деиндустриализации. Уровень их жизни падает до небес. Эта Германия, одна из самых мощных стран всех времен, один из величайших производителей технологий, которых когда-либо видел мир. И что же с ней происходит? Она систематически разрушается. Русские ее не уничтожали. Их правительство разрушает все это сочетанием неправильной политики, поддерживая глупую войну с Россией, которая несправедлива и не нужна, и нанося себе зеленую рану, пытаясь перейти на какую-то форму энергии, которая еще не разработана и не подтверждена. А пока что они закрыты. Они уже закрыли все свои атомные электростанции. Они и так не могут обеспечить энергией все свои электростанции, потому что у них нет дешевой энергии, которая исторически всегда была критически важна для любой успешной цивилизации. Так что я думаю, что мы можем сесть здесь сегодня и сказать, Райан, в течение следующих нескольких лет мы сможем мы скоро увидим, как все политики, стоящие у руля на Западе, будут сметены с лица Земли. Это касается и нас самих. Скоро все будет сметено с лица Земли, и людям придется начинать все сначала. Я думаю, что именно это и является долгосрочным результатом. Вопрос в том, сможем ли мы достичь этого без того, чтобы эта война не переросла в более масштабный региональный конфликт, который может уничтожить больше жизни и больше имущества и потенциально втянуть нас в это и поставить под угрозу, наша страна находится в опасности. Но если бы у тебя там был хрустальный шар, как бы по-твоему, они с ним справились? Как ты думаешь, они удерживают нас в стороне от этого конфликта или они сами? На мой взгляд, их действия говорят о том, что они загоняют нас еще глубже в этот конфликт. Но как ты думаешь, куда мы пойдем дальше? Все зависит от того, кто в конечном итоге одержит победу внутри администрации. Теперь у вас есть идеологически преданные глобалисты. Именно эти люди хотят открытых границ. Это те люди, которые не хотят обеспечивать верховенство закона внутри Соединенных Штатов. Они хотят выпустить преступников на наши улицы. Это те люди, которые поддерживают адвокатов Джорджа Сороса и их причудливую интерпретацию закона, который отдает предпочтение преступникам, а не гражданам. Эти люди также хотят, чтобы эта война была наказана с удвоенной силой. Они хотят, чтобы Россия была уничтожена. Мы знаем, кто они такие. Они очень заметны. Они обладают огромной властью. Но в то же время есть некоторые трезвомыслящие люди, которые говорят, послушай, на самом деле все может выйти из-под контроля. Возможно, мы не сможем справиться с этим. Нам нужно положить этому конец. И помни, что в глубине души они также думают о будущих выборах. И они говорят, что, возможно, нам следует прекратить это до следующего года. В противном случае выборы закончатся тем, что все будут говорить только о войне. И это произойдет за счет тех из нас, кто хочет увековечить наше правление в Вашингтоне. На самом деле возмущение, направленное против нас американским народом, может стать настолько сильным, что мы не сможем обманным путем пройти через следующие выборы и остаться у власти. Так что я думаю, что именно об этом сейчас и идет разговор. Ну что же, я слышал, как ты упомянул шоу Патрика Бет Дэвида, что у тебя есть идея о том, что в 2024 году выборов может и не быть. У тебя все еще есть этот мыслительный процесс или что привело тебя к этому? Я хотел сказать, что этот процесс может быть искажен, и в результате искажения он может быть отложен. Или в зависимости от того, что произойдет в Вашингтоне, правительство может развалиться. Если бы у вас был президент, который внезапно ушел в отставку, я не вижу особых доказательств поддержки того, чтобы вице-президент занял пост президента. Вполне возможно, что мы могли бы пережить период довольно значительных потрясений, пока все не уладится само собой, по крайней мере временно. Для этого могут потребоваться выборы раньше или позже, чем планировалось изначально. С другой стороны, многие американцы больше не доверяют избирательному процессу. Я уже говорил об этом раньше. Я вырос в Филадельфии, хорошо знаю Северную Филадельфию, я наблюдал за выборами там сознательно, потому что моя мать была очень вовлечена в политику. А в 1960 году она была судьей на выборах, и мы наблюдали, как эти выборы были украдены. Вау! Они были украдены в 1960 году. Разница между выборами 1960 года и тем, что произошло здесь недавно, заключается в том, что Ричард Никсон решил, что я не собираюсь оспаривать это. Даже несмотря на то, что там была гора доказательств того, что выборы были украдены. Особенно в Филадельфии, Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне и других местах, подобных этому, где у нас всегда было большое количество погибших людей, голосовавших в День выборов. Мы привыкли называть День выборов Днем Воскрешения. Вот именно так все и происходит. Мой тесть родом из Мейфора, так что он довольно часто так говорит. Но Никсон сказал, причина, по которой я не собираюсь оспаривать это, заключается в том, что я знаю, что страна будет в безопасности в руках президента Кеннеди. Потому что президент Кеннеди патриот. Он любит свою страну, и эта страна будет в безопасности. Теперь я думаю, что люди смотрят на это правительство и на то, что оно делает как дома, так и за рубежом. И я думаю, что здесь живет большое количество американцев. Я не могу точно сказать, сколько их там миллионов, но среди них достаточно тех, кто обеспокоен судьбой людей, управляющих нами. Так что это больше не будет иметь для них никакого значения. Итак, вопрос в том, столкнешься ли ты с кризисом такого рода, который, я думаю, может произойти в любой момент, и как и во всех кризисах. Они становятся намного хуже, когда экономика падает. Вот видишь, и именно поэтому ты продолжаешь слышать, как люди говорят, мы должны ужесточить политику или повысить процентные ставки. Но потом люди говорят, если ты собираешься повысить процентные ставки, тебе придется сократить расходы. О, нет, 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 мы не хотим этого делать. Так что мы собираемся напечатать еще больше денег. Мы собираемся купить еще больше казначейских облигаций, которые не можем себе позволить купить. Мы собираемся ослабить, как ты уже отмечал ранее, ценности доверия к долларовой системе. Но в то же время мы собираемся повысить процентные ставки. Как же ты добьешься того, чтобы это сработало? Да, именно так. Я имею в виду. Это очень мило с твоей стороны. Конечно же. Ты растешь. Да, это просто замечательно. Но я думаю, что вечеринка будет продолжаться до последней минуты. Я думаю, что люди будут веселиться, веселиться и веселиться. Пить шампанское, тратить деньги, покупать яхты и большие машины, и жить в домах, которые они строят в Вашингтоне, пока все это не развалится. Полковник МакГрегор, у меня к тебе последний вопрос, потому что я знаю, что у тебя, у тебя очень мало времени, но одна из главных тем, о которых мы пытаемся поговорить в этом шоу, заключается в том, что да, мир — это страшное место. Политика может быть трудной задачей, и для обычного человека это может показаться лишающим силы. Но я думаю, что для тех, кто слушает меня, как по Вашему мнению, они могут чувствовать себя хотя бы немного виноватыми в своей жизни, основываясь на том, о чем мы здесь говорили. Послушай, это очень важный вопрос. И я знаю, что многие люди задаются этим вопросом. И чего нам не хватает справа, и чего нам не хватало в течение очень долгого времени, так это эффективные организации. Все, что тебе нужно сделать, это вернуться к выборам в 2020 году. Ты приходишь на избирательный участок, и там 40 или 50 юристов работают на демократическую партию, делая все возможное для того, чтобы в их власти на законных основаниях воспрепятствовать людям, находящимся справа, голосовать или влиять на подсчет голосов, а также предоставлять доказательства для справедливого и беспристрастного подсчета голосов. А кто это там справа? Там никого нет. Кто-нибудь там есть, один или два добровольца, это не сработает. Так что нам нужна организация, которая работает снизу доверху справа налево. Нам нужны люди, организованные на местном уровне, чтобы бороться с коррупцией и требовать надлежащих действий. Это означает, что на нашей стороне должно быть то же оружие, которое демократы используют уже много лет. А это значит, что у тебя должна быть юридическая консультация, правовая защита и судебное преследование, чтобы защитить себя от этих людей. Тогда у тебя должно быть лидерство. Где же это лидерство? На данный момент практически все в Вашингтоне скомпрометированы. Существует очень мало людей, которые не скомпрометированы. Большинство американцев смотрит на этих людей и говорят, как они могли проголосовать за это. Предполагается, что они должны быть республиканцами, которые выберут любой законопроект. Этот законопроект был внесен левыми. Это потому, что республиканцы на самом деле не те, за кого себя выдают. И у каждого есть своя подачка или ее подачка. Они набивают себе карманы наличными деньгами. И это очень запутанная система, которая позволяет людям делать пожертвования в комитеты политических действий, чтобы гарантировать, что люди будут избраны и будут делать то, что они хотят. Но суть в том, что это коррупция. А это болото битком набито всеми подряд. И люди скажут тебе, кто находится в этом болоте. Я пришел сюда не для того, чтобы присоединиться к болоту. Но я понял, что если я не присоединюсь к нему, то не смогу выжить. Я слышал это от очень многих конгрессменов. Если я не возьму деньги, это сделает кто-то другой, и я уйду с поста. Потому что люди, которые владеют Вашингтоном, доноры, они пожертвуют деньги твоему оппоненту, если ты не сделаешь то, чего они от тебя хотят. Если ты проголосуешь так, как им не нравится, мы выставим тебя на следующих праймерис. Я найду кого-нибудь другого, кто будет делать то, что я им скажу. Так вот почему ты берешь кого-нибудь вроде Десантиса. Десантис сделал заявление, и это было очень законное заявление. Его спросили об Украине. Он сказал, послушай, у Соединенных Штатов нет жизненно важных стратегических интересов на востоке Украины. Мы не должны быть вовлечены в эту войну. Правильно. Ты абсолютно прав. Я очень много знаю об этом регионе. Я вырос в окружении большого количества украинцев, поляков и других людей. Мы не хотим иметь никакого отношения к этому месту. У тебя есть тысячелетняя история конфликтов, войн и сражений, которые мы не понимаем и даже не можем понять. Так что нам не стоит там присутствовать. Он был прав. И что же он сделал два дня спустя? Он пришел. Я говорил поспешно. Я думаю, что очень важно, чтобы мы поддержали Украину, и Украина выиграла эту войну за демократию. Откуда это взялось? Его доноры позвонили и сказали, мы поддерживаем эту войну. Ты сказал что-то не то. Он хочет, чтобы ему прислали чеки, чтобы он мог баллотироваться на пост президента. Он сменил свою должность. Вот почему любому, кто не следует модели Десантиса, так трудно попасть в политику, быть избранным и делать что-либо еще. Да, это так. И прямо сейчас, кроме Дональда Трампа, у которого огромные проблемы, потому что очевидно, что он подвергается преследованиям в таких масштабах, что никто другой не может этого сделать. Предыдущий президент был свидетелем, конечно, начиная с президента Джонсона, который был вице-президентом при Линкольне, который был осмеян и подвергся невероятным несчастьем. Кроме него, единственный человек, у которого есть хоть какой-то смысл и который говорит правду, это Кеннеди-младший или РВК-младший. Чего Бобби Кеннеди еще не понял, так это того, что его вечеринка закончилась. Да, это так. Политический спектр, на мой взгляд, полностью перестроился. Этого больше не существует. Его вечеринка закончилась. И, кстати, республиканская партия тоже закончилась. Да, именно так. Мы, люди, просто должны понимать, что эти партии больше не представляют их интересы и могут меньше заботиться о них. Чем скорее они смирятся с этим, тем скорее мы сможем приступить к работе и избрать кого-то другого. Это одна из причин, по которой я всегда, когда только могу, выступаю за третью сторону. И люди смотрят на меня и говорят, это действительно тяжело. Нет, это не так. Да, тебе действительно нужны деньги, чтобы поддержать усилия по участию в голосовании во всех 50 штатах, но это можно сделать. Тебе действительно нужны крупные доноры, чтобы поддержать тех, кому не все равно, кто заинтересован в стране. Да, мы можем найти некоторых из них. Это вполне осуществимо. Но именно сам американский народ должен продемонстрировать, что он больше не будет обращать внимание на эти две партии. Но для того, чтобы они могли это сделать, мы должны предоставить им альтернативу, которая восходит к моему вопросу о том, где находится организация.